Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Новые пространства для отдыха. В Сургуте с 1 июня стартовало благоустройство объектов в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. В этом году под реновацию попали инициативы, которые были поддержаны жителями на публичном голосовании в 2023. Так, к примеру, уже ведутся работы в парковой зоне на улице Республики. За летний период там появится дорожно-тропиночная сеть. Это первый этап благоустройства данного объекта. В следующем году также возведут детскую и спортивную площадки «Памп-трек». Это специальная трасса для велосипедистов и территорию для выгула собак. Данный объект является победителем прошлого года. Соответственно, первый этап мы в этом году реализовываем. И также является победителем текущего года то, что мы будем реализовывать в следующем году. Это еще два этапа. Соответственно, в следующем году мы уже этот объект завершим полностью. Он будет готовый на 100%. Проектная документация была разработана позапрошлом году. В рамках проектной документации согласованы определенные зоны. Это детские площадки, спортивные площадки, площадка для выгула животных, памп-трек. Пара тазиков и бойлеров. В Сургуте стартовала кампания профилактических и ремонтных работ на коммунальных сетях. На время подготовки трубопровода к отопительному сезону горожане на две недели останутся без горячей воды. Напомню, что отключение водоснабжения проходит поэтапно. Работы по сообщению сотрудников мэрии завершатся 31 июля. Ознакомиться с графиком ограничения подачи ресурсов вы можете на нашем сайте. Сроки отключения системы централизованного горячего водоснабжения немного скорректированы. То есть первая зона, которая подпадала под отключение, это северо-западная часть центрального жилого района. Чтобы понять, это район Ингды. То есть вот здесь системы горячего водоснабжения должны отключаться были с 4 июня. Но учитывая, что мы отопительный период завершаем 5-го, отодвинули на 2 дня. Асы в деле. Легендарная пилотажная группа «Русские витязи» снова в Сургуте. Их выступление запланировано, напомню, 9 июня и приурочено ко Дню России и 430-летнему юбилею города. Шоу-программа обещает быть насыщенной. К примеру, в телеграм-канале пилотажной группы было опубликовано видео, на котором Андрей Алексеев, заслуженный военный летчик, продемонстрировал один из элементов и заставил истребитель зависнуть в воздухе. Это лишь одна из фигур, которые увидят сургутяне. После витязи свою программу представит сургутская пилотажная группа «Барсы». В мэрии города отметили, что за выступлением можно будет наблюдать Югорского тракта. Чтобы обеспечить безопасность зрителей, приостановят движение на этой магистрали от перекрестка на энергетиков до улицы Виктора Пархамовича. Я уверен, что русские витязи не требуют дополнительной рекламы. Традиционно их выступления, конечно, с огромным интересом встречаются с сургутянами. Уверен, так будет и в этот год, в особый для города Сургута юбилейный год. Высший балл. В Югре обладателями первых стобальных результатов ЕГЭ стали 35 школьников. На отличную географию написали 4 человека, литературу – 20, химию – 11. Напомним, эти тесты ребята решали 23 мая. Среди сургутян безошибочно задание написали 6 выпускников, 2 по химии, 4 по литературе. Отличились воспитанники колледжа русской культуры имени Знаменского, лаборатории Салахова, 2 гимназии, школ номер 15 и 5. Отметим, в Югре учреждена премия для ребят, набравших наивысший балл на ЕГЭ в размере 100 тысяч рублей. По данным Департамента образования округа, в сравнении с прошлым годом число стобальников по обозначенным предметам выросло. В 23-м по результатам первых трех экзаменов наивысший балл набрали всего 8 человек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Приходите в Центр Акватория для мощного и эффективного омоложения без операций. На знаменитом аппарате Морфеус 8. Инновационная технология без операционного лифтинга лица и тела против дряблости кожи. Опущение век и нижней трети лица. Признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону. 59-35-35. Акватория. Улица Магистральная, 36. Там, где есть комнатные цветы, царят уют и гармония. Там, где есть комнатные цветы, есть стиль и индивидуальность. Выберите свои комнатные цветы в магазине «Цветы мира». Популярные и редкие растения в горшках. Прекрасный выбор кашпо. А также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе. «Цветы мира». Семь важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено всё. Хорошо там, где есть Радио Дача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...